Видео подготовлено сайтом online-gdz.net. Итоговое повторение заданий 158. Решите задачу, выделяя три этапа математического моделирования. Пункт А. Прочитаем условие. Одна сторона прямоугольника на 3 см больше другой, а его площадь больше 70 см2. Какую длину может иметь меньшая сторона прямоугольника? Первый этап. На первом этапе мы составляем математическую модель по условию задачи. Исходя из условия, мы можем одну сторону прямоугольника обозначить как х, а тогда вторую мы должны обозначить как х плюс 3. Она на 3 см больше. Площадь прямоугольника больше 70 см2. Площадь прямоугольника равна произведению его сторон, то есть х на х плюс 3. И это произведение должно быть больше 70. Таким образом мы составили математическую модель в виде неравенства. Теперь мы приступаем ко второму этапу. Этапу работы с полученной математической моделью. То есть нам нужно решить полученное квадратное неравенство. Преобразуем это неравенство, раскроем скобки. х квадрат плюс 3х. 70 перенесем влево. Больше 0. Перед нами обычное квадратное неравенство. И по алгоритму решения квадратных неравенств первое, что нам нужно сделать, найти корни квадратного трехчлена. Мы можем записать дискриминант квадратного трехчлена, а можем воспользоваться теоремой Виета. По теореме Виета, для приведенного квадратного уравнения произведение его корней равно свободному члену, а сумма корней равна второму коэффициенту с противоположным знаком. Тогда в качестве корней мы можем выбрать такие числа. х первое равно минус 10, а х второе равно плюс 7. Проверим. Произведение минус 70, сумма минус 3, соответствует второму коэффициенту с противоположным знаком. Дальше нам следует на числовой оси отметить полученные корни схематически минус 10 и плюс 7 и схематически изобразить параболу, которая является графиком данного квадратного трехчлена. Учитывая, что старший коэффициент, коэффициент при х в квадрате равен единице, то есть он больше нуля, то наша парабола направлена ветвями вверх. И она проходит вот так, пересекая оси х в точке х равно минус 10 и 7. Тогда область положительных координат, те значения х, при которых значения у положительные, вот здесь, а область отрицательных координат находится между точками минус 10 и плюс 7. Решением нашего неравенства, а нам нужно определить область положительных координат, будет х меньше минус 10, а также х больше 7. Второй этап мы выполнили. Мы нашли решение неравенства. Теперь третий этап. Третий этап – это анализ полученных результатов и формирование ответа. Так, мы получили, что х меньше минус 10 и х больше 7. Но х – это у нас сторона прямоугольника, она не может принимать отрицательные значения, поэтому х меньше минус 10 нам не подходит. Остается х больше 7. Задача спрашивается, какую длину может иметь меньшая сторона прямоугольника. И теперь мы можем записать ответ. Меньшая сторона прямоугольника может быть больше 7 сантиметров. Пункт Б. Читаем условия. Один из катетов прямоугольного треугольника на 5 сантиметров меньше другого, а площадь этого треугольника больше 25 сантиметров. Какую длину может иметь больший катет? Первый этап – составление математической модели. Обозначим один катет как х, тогда второй катет нужно обозначить как х плюс 5. Площадь прямоугольного треугольника больше 25 сантиметров по условию. Площадь прямоугольного треугольника равна половине произведения его катетов, значит, х на х плюс 5. И по условию эта площадь больше 25 сантиметров. Вот мы составили математическую модель, и она у нас в виде неравенства. Теперь мы приступаем ко второму этапу. На этом этапе мы должны работать с полученной математической моделью, то есть нам нужно решить полученное неравенство. Для того, чтобы найти решение, мы избавимся от дробных коэффициентов. Умножим левую и правую часть неравенства на одно положительное число, на 2. Получим в левой части х на х плюс 5, а в правой части получим 50. Раскроем скобки х в квадрате плюс 5х. 50 принесем влево. Минус 50 больше 0. Найдем решение данного квадратного неравенства. Начнем с корней квадратного трехчлена. Их мы определим по теореме Виета. Учитывая, что произведение корней равно минус 50, а сумма корней равна плюс 5, то х первое равно минус 10, а х второе равно плюс 5. Теперь отметим на числовой оси полученные корни минус 10 и плюс 5. Старший коэффициент при х в квадрате равен 1, значит, он больше 0. Парабола проходит ветлями вверх. Вот области положительных координат, вот области отрицательных координат. Нам нужно найти область положительных координат. Тогда решением неравенства будет х меньше минус 10. а также х больше 5. Третий этап. Анализ полученных результатов и составление ответа. Х – это у нас сторона или катет прямоугольного треугольника. Он не может принимать отрицательные значения. Значит, это не подходит. Значит, катет х может быть больше 5 см. Но задача спрашивается, какую длину может иметь больший катет. А больший катет – это у нас х плюс 5. Тогда, если х больше 5, то х плюс 5 будет больше 10. Теперь мы можем записать ответ. Больший катет данного прямоугольного треугольника может иметь длину больше 10 см. Задание выполнено. Если вам понравилось видео, смотрите видео решения остальных заданий на нашем сайте.